всем привет меня зовут наталья это мой блог на эту беда блог о парфюмерии хочу сегодня рассказать о новинках которые у меня появились это винтажные новинки честно говоря вообще с винтажами у меня не очень я об этом часто упоминала но у меня был период когда мне прям захотелось чего-то винтажного это был конец того года я даже приобрела дано табу но в основной своей массе винтажи и я это такие вещи несовместимые просто по одной простой причине что они для меня тяжелые я очень редко нахожу какие-то сохранившиеся образцы бывает когда люди делятся со многими винтажными ароматами и говорят с восторгом вот послушай какие ноты какое раскрытие вот какой вверх вот посмотри какая глубина композиции а я понимаю что здесь прогоркла какая-то часть в основном это вверх конечно же убит просто не слышно ни ярких цитрусов на не альдегидов ничего никакой красоты и я всегда так скептически понятно хорошо окей ясно но на самом деле обычно это не сохранившийся аромат а вот большинстве своих случаев и даже музея парфюмерии которые есть по москве когда была я не услышала особой большой глубокой разницы между некоторыми композициями у которых должна быть принципиальная разница но вот табу мне очень понравился аромат и я думала что я наигралась но тут я поняла что когда наступили какие-то получается весенние праздники самое интересное что мне почему-то потянуло на винтажи не столько винтажи потянуло на определенный аромат а потом моей коллекции что появился один винтаж в общем буду рассказывать о двух таких моих приобретениях и первый аромат это прям вот must have я честно в восторге во первых я в восторге уже начиная с коробки я выкладывала себя в инстаграме это все дело и людям прям зашло и понравилось это аромат и ммо от корон пару слов о бренде потому что я поняла что я бы запустила моно видео каждым из этих ароматов но не знаю зашло бы это и хочется ли тратить время и смотреть видео об одном аромате долго но все равно не могу не рассказать историческую справку о доме так как про дом корон я еще не рассказывала а это тоже такой старый дом основан еще в 1904 году евреем эрнестом дольтрофом он основал этот дом просто от большой любви к парфюмерии и у него были скажем так по моему него не было образование но у него были способности он основал этот дом и так он был еврей побаивался он не называл его своим именем но честно говоря до сих пор я прокопала много информации но не поняла почему же корон почему же так его назвали то есть как бы не своим именем хорошо тогда почему так помимо того что он как бы работал над ароматами у него была такая вечная его подруга и любовь это фелиция ванпуй если я правильно фамилию произношу везде по-разному пишут но по-моему по правилам все таки ванпу и ванпуль не ванпуй правильно признается ее фамилия она была вообще дизайнером и именно она положила такой большой вклад в историю дома корон с точки зрения именно красоты флаконов у корон изумительные флаконы есть там знаменитые флаконы фонтаны такие они выглядят потом были в общем очень много разных даже сейчас вот этот вы увидите у корон большой упор делается именно на дизайн а помимо этого конечно же самый известный аромат это там нарцисс нуар табак блон это вот такие прям старые известные ароматы есть такая скажем так романтическая история связана практически вот с этим ароматом не совсем с ним но с его прародителем вообще-то аромат м м а он создан в девяносто шестом году а вот старый аромат которого прародитель называется не м м а или если переводить не люби никого кроме меня есть такая как бы история что вот эрнест любил любил очень филицию но скажем так не как бы 10 лет они там были вместе никаких официальных заявлений ничего и она уже и не знала любит он ее или нет и вот он создает по моему сначала создавал пудру которая так называлась на майке м а и это было такое скажем так послание не люби никого кроме меня это было такое послание филиции потом создается аромат и вот спустя много-много лет аромата перри скажем так формулируется и вот создается м м а чем он хорош вот честно говоря вот это то что осталось от большой любви моего мужа к этому аромату короче он влюбился в этот аромат м м а и часто его наносил когда меня не было дома тем не менее во первых это изумительной красоты флакон этот флакон называется флакон крабик есть еще флакон и вот так вот он выглядит какой-то волосик есть еще флакон и называется горошина по-другому немного выглядит и поговаривают мне как минимум говорили что его не бери там не так красиво как в крабике то есть это один тот же аромат в разных форматах это вот крабик что по аромату и почему я вот так хотел он у меня был в списке хотелок в таком причем где-то в конце но как это обычно и бывает почему-то я начинаю доставать уже из конца виш-листа свои желания то есть такое ощущение будто то что очень долго посидела виш-листе перестает приобретать точнее теряет свою силу до перестает меня слишком сильно завораживать поэтому я почему-то лезу в конец и достаю то что в последнее время хотела это бы даже я сказал не то что в конце это был куда теневое теневая хотелка я когда-то услышал этот аромат и у меня так покорил я во первых была удивлена что с одной стороны я чувствую что это винтаж и вообще у всех ароматов корон есть такой знаете винтажный флер а с другой стороны я как сказать подумала что это очень революционно это очень ярко и это очень современно это аромат на тему сигарет вот для меня это однозначно аромат на тему сигарет могут говорить что угодно но он такой что здесь по нотам вообще верхних нотах здесь фиалка кардамон ирис если не ошибаюсь здесь есть в средних нотах опять же ирис жасмин роза и в базе древесные ноты а еще верхних нотах есть мята вот мята и в базе здесь древесные ноты сандал амбра мускус но как это пахнет это пахнет так как будто бы достали фольгу из пачки не знаю сигарет каких-нибудь парламент например например я знаю в основном такие сигарет парламент и завернули туда цветы фиалки это просто что-то невероятное честно я ничего подобного никогда не слышал это самый сигаретный аромат даже знаменитые жасмины сигареты от элда не такой сигаретный это просто вот это сигареты то что там это прям детская какая-то детская радость детские игры потому что безумно красивый аромат у меня однозначно ассоциация вот этим вот сигаретным сигаретным фильтром с пачкой это терпкий такой бумажный запах я не знаю что создает это ощущение может быть мята может быть мята и кардамон вместе так играют и получается вот такое звучание у меня ассоциации с какой-нибудь я не знаю очень творческой очень вдохновленной леди который курит и у нее стоит букет цветов и она пишет что-нибудь но это вот мое личное наверное накладывается какие-то такие романтические образы какой-то писательницы либо не знаю вообще у меня почему-то представляется что это не именно сигарета это сигарета на длинном тонком штуке там аля завтрак у тиффани вот у меня даже вот такое представляется и я кстати могу себе изобразить в главе эту картину что именно холли галайтли по-моему да ее звали персонаж да и главной героиней этого фильма завтраку тиффани что она пахла именно так вот у нее был мундштук у нее была сигарета и с нее пахло каким-нибудь фиалками потому что она такая достаточно андрогинная утонченная девушка и я вот прям представляю что героиня этого фильма она пахла так мне прям как конкретная ассоциация и мне это нравится я вообще представляю этот парфюм под любой образ практически кроме наверное какого-то пышного образа я бы его не надела то есть возможно даже вот сейчас я в платьях в рюшечках не совсем сходится вот более более какой-то не то чтобы минималистичный но да наверное какой-то чуть более строгий чуть более такой утонченный образ и этот аромат прям додаст такую необходимую изюминку скажу сразу у меня же муж им пользовался активно он прям вот очень активным пользовался и на нем это звучит просто крышесносно я слышу вот именно знаете очень похожее звучание есть у аромата антайтл от мазон марджелла потому что там там есть гальбаном и тоже есть такая дымная сигаретная нота но более я бы сказал что более мужская здесь все-таки фиалки есть они чувствуются так вот там более такой строгий стиль но тем не менее на мужчине даже этот аромат звучит как на мне например звучит антайтл то есть чуть более по-мужски чуть более мускулина да и вообще в целом это целое произведение искусства да этот флакон и этот аромат и то есть здесь все наполняет от начала до конца я когда искал этот аромат я его вела в парк посиделках в запросе поиск помогите хочу найти и мне откликнулись два человека вот у одного я приобрела этот аромат и я поняла что у всех есть какие-то остатки нету новых флаконов я поняла что я хочу сейчас поискать второй остаток если он остался потому что это уже выпито и я очень боюсь потерять вот этих вот крабиков из виду я очень советую это просто какой-то невероятный парфюм мне нравится второй аромат это подарок это подарок от одного из писателей блогеров и я не знаю какие у него еще регалии есть игорь мусюкова это флакон маст декортье просто одно время я говорила что мне мне очень понравилось он как-то показывал свои винтажи винтажный аромат который у нее есть приносил и и мне очень понравились некоторые парфюмы и там действительно были сохранишься винтажи я честно говоря буквально влюбилась в некоторые композиции и вот он вспомнила что мне понравилось а ему как бы уже и не очень и подарил мне вот такой вот маст декортье честно говоря с брендом карте я тоже не сталкивалась и все что я слышала о нем и знаменитый поцелуй дракона пантера знаменитые парфюмы они мне не заходили что-то вот совсем не мое и это не моя история вообще картье ювелирный дом я поняла что меня с ювелирками кстати не очень но кроме хотя ван клифф но тем не менее все равно с ювелирными брендами у меня как-то не складывается здесь нет никакого снобизма или предвзятого отношения ну так случается просто вот знаете скажем так ну совпадение да не думаю но тем не менее и картье я почитала доме карте это еще более старинный бренд созданный в 1847 году и франца картье и там такая история там знаете история побед и и поражение это история просто каких-то очень умных маркетинговых ходов человека смекалистого это опять же история семейная до передачи постоянно внукам там детям внукам этого детище этого дома и сколько знаменитостей было которые приобретали эти украшения то есть это началось как ювелирный бренд собственно говоря луи отучился вот одного известных ювелиров и открыл свою лавочку и постепенно а у него стали появляться скажем так покупатели и какое-то очень сложное время он там пережил даже самое начальное в начале его карьеры и что повлияло это конечно же известные люди как инфлюенсеры того времени как написали на одном из сайтов одним из первых покупателей самых знаменитых стала племянница наполеона приобрела интересное украшение так как он создавал украшение в единичном формате то это было особо особо так желаемо и особо прекрасно для представителей знаете и вот слава о нем разошлась у него покупали просто пачками эти украшения потому что да мы знали что такого больше в городе вообще нигде такого больше нет а там были какие-то изумительные истории всякие жучки из коробей скорпиона золотые в общем короче он действительно был талант и создавал какие-то невероятные изящные вещи и так далее далее у него уже в начале начале 20 века там в 2004 году появляются первые часы на заказ когда ему сказали что мол очень неудобно носить часы в кармане он создал ручные часы вот с кожным ремешком утонченные далее он сдавал еще часы кстати известные часы дизайна танк назывался эти часы были подарены американским солдатам которые помогли франции во время там первой мировой и в общем история в основном украшений часов вот такого индивидуализма далее он уже становится кстати таким прям поставщиком украшений эдуарда восьмого по моему да и его его как же ее звали элис по моему симпсон его любви известные до великобритании из великобританская из британской господи королевской семьи все уже теряю язык и за счет того что там создавались множество украшений для это для этой четы дом также становится знаменитым в общем в основном в основе там лежит конечно же как и всегда представление марки через известных людей так вот маст карте это кстати какая-то была линейка продуктов которые были запущены не только в отдельных бутиках но и в магазинах и маст карте это первый такой парфюм дома он создан в 1981 году и это настоящий винтаж того времени я даже не буду знаете говорить о нем что он какой-то уникальный индивидуальный нет я не скажу честно говоря потому что это винтаж и это прям так и найти как будто не из них но какой-то классический винтаж хотя не скажу что опять же есть в нем просто в основной своей массе основной костяк этого парфюма это вот прям классика но за эту классику и честно я прям вот когда состав открыла увидела в сердце там гвоздику нарцисс жасмин и ланг и ланг но кожа ладно она не так уж типично но вот эти вот ноты гвоздика и ланг и ланг нарцисс и жасмин тяжелые плотные цветы и специя гвоздика я мне сразу таки все карты сошлись и такая ну все понятно собственно говоря но чем хорош именно этот парфюм вот если бы здесь слетел бы вверх то он бы не был уникален но здесь верхних нотах гальбанум альдегиды удивительно персик и ирис здесь верхних нотах но и множество цитрусов там в том числе мандарин бергамот апельсин по моему но в чем привлекательность конкретно этого парфюма здесь верхних нотах есть гальбанум и вот гальбанум тоже создает такую терпкую нотку вместе с цитрусами очень приятно не сад не такую откровенно сигаретную как в м м а я имею ввиду вот не звучит он так но он звучит знаете вот здесь как раз наверное терпкие листы причем почему-то современной типографии в целом этот аромат воспринимаю да как вот какие-то горькие терпкие бумажные листы плюс мед плюс животные ноты и какие-то очень томные цветы здесь в базе сандал ваниль амбра мускус и цибетин в общем зверок здесь тоже присутствует и его присутствие очень ощущается как раз вот этим вот знаете а плотным звучанием нет но он красив я ничего не хочу сказать он красив ним даже есть такая знаете чуть травная микстурность горькая такая травная микстурность как будто бы вдыхаешь букет засушенных цветов а потом ты пропадаешь какие-то вот медово животные цветочные отвары какие-то прям густые при этом у него достаточно высокая стойкость покажу флакончик на свет не знаю видите вы или нет но как бы так он такого коньячного цвета тоже как как табу собственно говоря и красив красив флакон весь он такой знаете он вообще очень похож как будто бы он мужской то есть вот так выглядит как будто бы это мужской конкретно мужской парфюм мне мне он показался очень интересным для вот как раз людей которые особенно для тех кто любит нарциссы буду прямо рекомендовать потому что он похож чем-то вот в сторону например дали классического именно классического какие еще вот какой то еще было мне такой прямо известный он кстати мне чем-то напоминает парфюм есть такой от коле фрагранс фулгар называется как молния или гроза а переводится и они очень похожи это вот прям найти такое напряжение какая-то легкая вот такая вот напряженная горчинка и бах и вот эти вот плотские нарциссы потому что я недавно так сильно вслушалась только нарцисса подумала о том что надо прям вот послушать его то что я как бы нарцисс представляю но не так хорошо я поняла что там ну очень много животина чем-то вообще лилию напоминает поэтому вот наверное в целом у меня есть ощущение что это этот цветок вот такие вот у меня новинки винтажный парфюмерии пишите любите ли вы винтажи если у вас винтажные ароматы какие-то такие старые хотели бы вы же себе что-то из этого приобрести может быть знакомы но вот и мама я прям не знаю я прям советую каждому с ним познакомиться это шикарный парфюм кстати я сейчас современных наборах но я его не слышала насколько он прекрасен говорят что вот прекрасен и именно этот образец именно этот выпуск но я очень хочу я упустила его просто в продажах на барахолке я упустил этот набор из виду но был набор с такими знаете известными парфюмами в том числе там еще на ноктюрн по моему тоже перевыпуск в том числе он но я надеюсь что они приобрету и расскажу вам может быть еще раз поподробнее все пишите пишите интересно вам слушать об истории домов ставьте лайки помните что мир полный необычных ароматов никогда не граничь с малым всем пока